И так, мы снова рады вас приветствовать на наших регулярных коротких встречах, которые будут продолжаться еще, надеюсь, всю эту неделю, в то же время, в том же месте. Здравствуйте. Напомню, что вся эта история посвящена подготовке к сдаче сертификационных экзаменов Microsoft 70533, экзамен, посвященный решениям, инфраструктурным решениям на Microsoft Azure. Итак, напомню, что сегодня у нас уже четвертая встреча. Как обычно по традиции, мы объявляем, что запись этого мероприятия ведется, и запись будет вам доступна. Все, что вы пишете, и все ваши имена, которые вы завели, будут видны другим участникам мероприятия. Поэтому, что называется, мы вас предупредили. Итак, в сути, напомню, что сегодня четвертый день, как я уже говорил, четвертая наша встреча. Первые три прошли на прошлой неделе. Это была вводная сессия, в целом, про то, как готовиться к экзамену, зачем его сдавать и так дальше. И основные, первое знакомство базовое с интерфейсом, веб-интерфейсом Microsoft Azure. Далее у нас был день посвященный, встреча посвященная разработке и реализации веб-приложений. Естественно, в том компактном объеме, который был необходим для подготовки к экзамену. День третий наш был посвящен Azure Resource Manager и тому, как развертывать в нем решения при помощи PowerShell. И, собственно, сегодня мы поговорим про хранилища. Хранилища, системы хранения, основные типы хранилищ, использование виртуальных дисков, резервное копирование и автоматическое восстановление. То есть, все то, что так или иначе связано с хранением и защитой данных. Встреча наша сегодня также займет около часа, может быть, чуть-чуть побольше. Стараемся показать несколько демонстраций и дать побольше полезной информации, насколько это возможно. Как обычно, после того, как мы закончим сегодняшнее мероприятие, запись мероприятия вместе с домашними заданиями будет выложена в папку с общим доступом. Ссылка уже есть в чате, она будет на финальном слайде. Если вдруг что-то не работает, ну, во-первых, первое, что рекомендую, всегда попробуйте другой браузер. Потому что иногда очистка кэша-браузера тоже может помочь при доступе по анонимным ссылкам. Мы с этим уже сталкивались. Второе, естественно, пишите нам, если вдруг у вас не получилось достучаться до наших ресурсов. Обязательно напишите на наш общий LOS 533 собакок UD Consulting, и мы решим вашу проблему в индивидуальном порядке. Что касается бесплатных ваучеров, о которых меня спрашивают в чате, я отвечу прямо буквально на следующем слайде. Но предварительно я чуть-чуть отмотаюсь назад, посмотрю, какие жалобы и пожелания, просьбы у нас будут уже сегодня в чате, помимо тех, которые были в почту. Кое-кто пожаловался нам, что у нас в пятничной записи не сохранилось видеоэкрана демонстрации работы с JSON-шаблонами и PowerShell. Мы это все уже прямо сейчас пофиксили, практически починили. То есть мы сейчас выложим поправленную запись, в которой все это будет видно. Поэтому если вы вдруг не смогли чего-то увидеть, я думаю, что сегодня вы уже получите этот ролик в порядке со всеми нашими демонстрациями. То есть запись сохранена в другом месте была, поэтому мы сейчас все это смонтируем. Дальше, вот по поводу блокировки аккаунта Vajor. Вы не единственный, кто с этим столкнулся, такое, к сожалению, бывает. И это ситуация, на которую мы не можем повлиять. Единственная рекомендация – попробуйте другой аккаунт, другую кредитную карту, другой номер телефона. Увы, иногда даже наши коллеги-специалисты, которые занимаются именно демонстрацией по движению сервисов Microsoft, сталкивались с тем, что их триалку блокировали. Дело в том, что там со стороны Microsoft, где работает достаточно серьезная служба безопасности, которая, собственно, как и в банках, проверяет по целому ряду критериев. И иногда у них возникают сомнения, что использование этой учетки правомерно. Поэтому, если вдруг вам не удалось зарегистрировать триалку, попробуйте это сделать еще раз с другими учетными данными. К сожалению, это пока единственная рекомендация. Так, ну, вроде все. Основные вопросы мы разобрали. И теперь как раз по поводу ваучеров. Как уже не раз мы упоминали и снова продолжаем рекламировать весь основной ресурс. Наш основной ресурс именно по получению ваучеров – это платформа, ну, или программа, которая называется Cloud Pro 2020. Это та самая программа, в рамках которой вы можете, сдав тест на сайте, ссылку на который вы видите прямо сейчас у себя на слайде, если вы сдадите этот тест, тест достаточно простой, вы получите ваучер на бесплатный экзамен. Напоминаю, что на данный момент эта программа доступна только для граждан России. Поэтому, к сожалению, наши коллеги из-за страны не все смогут воспользоваться этим предложением. Но все-таки мы будем продолжать следить за изменениями. Если за эту неделю появится информация о более широких каких-то программах, доступных за пределами России, мы тоже обязательно об этом сообщим. Что касается презентации, презентации в папках у нас вроде все хорошо. Так, что-то еще. А, вот там Евгений жалуется, что у него устекает лимит 200 долларов. Но, если вы заглянете именно на страничку Microsoft Azure, где описаны условия триальной подписки, вы увидите, что да, вам дается 200 долларов на первый месяц, а потом в течение года вы еще сможете пользоваться базовым набором служб Azure, куда входят в том числе и виртуальные машины, еще несколько сервисов, которые, в принципе, обычно платные. То есть, потратите эти 200 долларов, у вас появится, останется возможность немножко пользоваться Azure, но, конечно, не для промоэксплуатации, а скорее именно для подготовки, обучения, тестирования. Так, вот Егор еще спрашивает нас про налог за ваучер. Здесь я пока не владею 100% информацией комментировать не буду. Сейчас уточним. Хотя, я почему-то верю, что все это описано у нас в правилах конкурса на сайте. Да, ну вот Катя у нас комментирует, что действительно, да, нужно будет уплатить налог. Но, собственно, это, опять же, скорее требование законодательства. Итак, ну, вводная часть закончена. Собственно, предлагаю сейчас как раз перейти к самому интересному, к основной теме нашей сегодняшней встречи. Поговорим о том, что нужно знать о хранилищах в Azure, о том, какие они бывают вообще, чем они отличаются друг от друга, и, естественно, самое главное, какие вопросы встретятся в экзамене, связанные с хранилищами. Затронем сегодня несколько тем. И я сейчас, наверное, уже попрошу Антона перехватить у меня презентацию и начать вещать. Я буду комментировать и помогать. То есть мы как раз сейчас начнем с разбора именно того, какие вообще службы-хранилищ бывают в Microsoft Azure, чем они отличаются, для чего они предназначены. Да, господа, доброе утро. Надеюсь, меня слышно. Возьми руль над презентацией, стань демонстратором и переключай себе слайды. Отлично. Да, с этим мы покончили. Теперь все работает. Еще раз всем доброе утро, добрый день. Может, у кого-то уже ночь. Давайте вернемся к нашей сегодняшней тематике. Мы сегодня разбираем в основном блок объекты. Сразу же расскажу, что данная информация понадобится нам в экзамене в достаточно массивном объемном виде. Примерно под конец нашего сегодняшнего дня мы вернемся к более объемному списку вопросов. Посмотрим более содержательные и новые варианты вопросов. Также сразу же поясню, что с языком у нас ничего не изменилось. Мы сохранили для вас все это в оригинальном виде машинного перевода, чтобы для тех, кто сдает экзамен на русском языке, не возникло чего-то нового. Итак, все-таки сегодня у нас в основном служба хранилища Azure. Основные все-таки объекты у нас это хранилище блок объектов, хранилище файлов и хранилище очередей. Некоторые уже с данными хранилища таблиц, да, тоже учитывается, но в экзамене про хранилище таблиц практически ничего не будет. Поэтому мы, скажем так, не особо важную информацию, которая нам пригодится на экзамене, немножечко отдалили. Это потребуется в дальнейшем. Сразу же скажу, в 534-м подобные вопросы были, но так как 534-го экзамена уже нет, он изменился на 535-й, конкретики по 35-му пока сказать не могу, что там изменилось, что там видоизменилось. Но пока что мы будем рассматривать все-таки три основные службы и поговорим о них более подробно. Блоб объектам уделяется прямо объемное количество вопросов. В моем, в частности, экзамене встретилось их порядка пяти. Нам нужно иметь для себя на самом деле общее представление, что блок объекты по сути являются файлами. То есть ничего нового, ничего сверхъестественного нет. Мы всегда в повседневной жизни с ними работаем. Нам нужно понимать, как они взаимодействуют в вейжере, как можно копировать блок объекты в вейжер с локальной инфраструктурой и что нужно делать в случае неправильного копирования. По сути, все вариации действий уже давно знакомы. Так или иначе, в повседневной жизни мы их используем. Также в экзамене существует ряд обычных вопросов, но к нему вернемся немножечко позже. Нам нужно понимать просто основные критерии, что блочные блок объекты используются для хранения обычных файлов до 4,7 терабайт. Такие вопросы могут случиться. И, кстати, нам нужно понимать, при каких обстоятельствах блок объект может быть заблокирован при копировании данных с локальной инфраструктурой вейжер и понимать добавочные блок объекты. Помню, что блок означает binary latch objects, то есть большой двоичный объект. На всякий случай. По сути, это основной способ, наверное, хранилища каких-либо не структурированных данных в вейжере. Сейчас на своих экранах вы видите просто обычное представление, о чем мы сейчас проговорили, что блок объекта является теми же самыми файлами. Как раз самая простая схема, из чего он может состоять. В принципе, даже не соврать бы сейчас, помню подобный вопрос прямо на экзамене, что мой блок объект состоит из нескольких файлов, как к ним предоставить доступ, как с ними в дальнейшем взаимодействовать. Но мы посмотрим об этом все-таки более подробно в дальнейшем. Сейчас нам все-таки нужно иметь общее представление, к чему мы, конечно, и пришли в итоге. И сейчас посмотрим вообще, в принципе, что же, из чего же у нас состоят основные теги. Мы плавно переходим к файлу Major. Нам нужно здесь иметь для себя представление такое же общее. Вся эта информация доступна также на docs.microsoft.com. Если вам нужно, необходимо для себя погрузиться более детально, все это есть в открытом доступе. Здесь нам нужно понимать вообще, в принципе, как взаимодействуют локальные приложения, как взаимодействуют общие папки. Также, как у нас происходит процесс распределения ресурсов через общие папки, когда все данные находятся уже в инфраструктуре Azure. Какие файлы могут храниться в этих общих папках, как к ним можем получить доступ из виртуальных машин. И, в принципе, диагностика и метрики, и аварийная система у нас используется минимально. Так, о каком линке речь в чате? Нет, это не про то. Не отвлекаюсь. Собственно, мы приходим к тому, что файлы Azure у нас отличаются от файлов корпоративной общей папки лишь тем, что мы получаем к ним доступ через URL. Можно создавать маркеры, которые у нас будут предоставлять общий доступ к частным ресурсам. В принципе, все вопросы у нас взаимосвязаны именно с обообъектами, включают в себе информацию, как нужно правильно распределить ресурсы, как с ними в дальнейшем работать. Я думаю, мы встретимся с примерами вопросов сегодня и сможем разобрать. Да, у нас все крутится на дальнейшем представлении вопросов. Хранилище очередей. Я, как понимаю, раз у нас знакома часть представителей с хранилищем таблиц, в принципе, значит, и есть понимание хранилища очередей. По сути, используется для хранения и получения сообщений. Здесь очень важный факт, что нам нужно никогда не упускать из сознания, что общий объем сообщений составляет до 64 килобит. А очередь может содержать миллионы сообщений. Килобайт. Да, килобайт. То есть здесь также у нас общая информация. Ее нужно держать в памяти, она нам потребуется в минимальном виде. Нам просто необходимо знать, какие типы существуют. А в каком реальном кейсе применяются хранилища очередей? Если, допустим, с блок-объектами понятно, то хранилища очередей под какие ситуации нам более применима? Ну, любой пример. Я думаю, здесь можно Сашу подключить. Если у него живой кейс из жизни, я с таким не сталкивался. Мы знаем, что такая система хранения есть. Практическое применение, по сути, зависит от решения в действительности. То есть это скорее инфраструктурный компонент. Коллеги, добрый день. Если честно, у нас в практике живых кейсов по использованию хранилища очередей нет. Но неплохой пример описан на слайде. Отправка большого количества объектов, например, изображений с выставлением очереди и сортировкой. То есть там, где идут большие потоки информации, загрузка, передача в каких-то корпоративных решениях. Этот сценарий может пригодиться. Но, как уже было сказано, в экзамене тема очень поверхностно затрагивается. Достаточно знать то, что на слайде действительно, что очередь сообщений может содержать миллионы. Сами объем сообщений минимальный на 64 килобайта. Например, тот же самый интернет вещей, кстати, может тоже использоваться. И много других сценариев. Ну что ж, пойдем дальше. Про хранилища таблиц я уже сказал, что его практически не будет. Сейчас в хранилища таблиц с уровня стандарт включены данные Cosmos Database. Он, в принципе, нужен для глобального распределения базы данных с возможностью использования множества моделей. Сейчас они обновляются. И, в принципе, он максимально оптимизирован для репликации и для хранения. Поэтому на нем заострять внимание мы не будем. Мы должны понимать, что он есть, но сталкиваться с ним как таковой нам не предстоит. Возможно, как еще раз повторюсь, это будет в дальнейшем, в следующих экзаменах. Но в текущих рядах нам нужно просто знать, что это есть. Я напомню, что Cosmos DB – это проприотарный движок корпорации Microsoft. Не так давно появился. Это, в принципе, геораспределенный движок для баз данных, систем управления базовыми данными всевозможными. То есть, базово его описать. На самом деле, это очень перспективное направление, на которое Microsoft делает большую ставку. И это именно один из тех способов, который позволяет сделать базы данных высокодоступными сразу в нескольких регионах. И действительно реализовать совершенно разные новые скойли, скойли базы данных. Продолжим. Самая важная часть, которая также встречается в экзамене на протяжении не только вопросов, относящихся к блок-объектам. В принципе, мы уже сталкивались с тем, что все вопросы у нас пересекаются с каждой тематикой и может подменяться на значение текущей темы. Нам нужно всегда иметь представление в голове, что блок-объекты делятся на уровне стандарта и премиум. Подобные вопросы будут. С подобными вопросами я тоже сталкивался. Они выглядят как примерно необходимая экономия данных. Что нужно использовать, чтобы сэкономить максимальное количество денег и все функционировало. И какие пакеты использовать для хранилищ блок. В хранилище класса премиум, соответственно, у нас используются только SSD-шки, что обеспечивает наивысшую производительность. Также холодный уровень хранилища, на котором можно хранить редко используемые данные. Но я думаю, с холодным бэкапом мы поговорим чуть позднее. Мы покажем, наверное, покажем. Александр меня, наверное, тут поправит. Как можно реализовать самый простой и надежный способ бэкапирования. Это бэкап всей виртуальной машины. Его можно отнести как раз таки к холодному бэкапу, к которому мы нечасто возвращаемся. Но здесь маленькую часть, которая нам необходима для понимания, в любом случае покажем. На этом слайде стоит просто пофиксить следующее. Что есть действительно два ключевых типа учетных записей. И они отличаются системами хранения, на которых хостятся, и набором поддерживаемых служб в том числе. И вот на эту тему вопросы обязательно у нас встретятся. Но, в принципе, таблицу, которую вы видите, она содержит всю необходимую информацию. Нужно просто, например, там сфотографировать, запомнить глазами. И это будет достаточно для того, чтобы ответить на вопросы, касающиеся именно учетных записей хранения. Да, дальше мы с вами посмотрим более детально, что из себя представляют записи. Точнее, что представляют из себя уровни стандарта и премиум. И, в принципе, нам этой информации вполне хватит для успешного прохождения. Хотя, может быть, появятся какие-то новые вопросы, потому что никто не знает точное количество их на экзамене. Но, надеюсь, нам хватит. Мы также возвращаемся, что у нас два типа. Хранили все стандарты наиболее популярны. Дополнительный блок – это где вы увидели, Дмитрий? Пока можете более подробно расписать. На предыдущем слайде, как я понимаю. Да, да, да. Там были добавочные блок-объекты, как это называлось. Это типы поддерживаемых блок-объектов. Существуют добавочные, существуют базовые, существуют страничные. На них мы не будем подробно заострять внимание, потому что это уже более квалификационное разделение, и оно нам просто не встретится. Если у вас есть интерес к данной информации, то все это доступно в открытом доступе, также на Докс, Майкрософт. И можно с этим поработать, посмотреть, как все это функционирует. Сейчас мы все-таки вернемся, что у нас есть уровень стандартный, для хранения которого применяются обычные диски. Его также можно использовать для холодного бэкапа. И, в принципе, это все, что нам нужно о нем знать. Также второй вид – это класс премиум. Да, не дополнительный, а добавочный. Все верно, Саша. Класс премиум используется у нас только на SSD, а в основном используется для выхода файлов. То есть здесь нужно понимать квалификацию, что, по сути, основным различием между стандартом и премиум является тип дисков, используемых. Если мы говорим о премиуме, то у нас только SSD, если мы говорим о стандарте, у нас может быть SATA либо SAS. Ну и, соответственно, количество IOPS, я думаю, нам не нужно тоже заострять на этом внимание. Все понимают их объем, что SSD, в принципе, в априори работает быстрее, количество IOPS больше. По количеству IOPS, допустим, максимально, Александр, может, подскажешь? На моей памяти было что-то в районе 10 тысяч. Если честно, я не помню, потому что цифры не так давно поменялись и добавили там… Ну, я думаю, они здесь в данном случае не важны. Мало кто, вряд ли, нас спросит, сколько конкретно IOPS в той или иной хранилище предоставляет. То есть нам достаточно понимать, чем отличаются, в принципе, вот эти два типа хранилищ и SSD и обычные магнитные носители. Да, здесь можно просто сказать о том, что именно в хранилищах уровня премиум можно как раз управлять полосой пропускания, а стандарты так никого нет. Ну, на самом деле, это просто полезная информация. Все-таки нужно заострить внимание, что в априори SSD диски работают быстрее, чем все остальные. И этим-то, собственно, и различается премиальный класс от стандартного. Вопросы, которые будут в экзамене, они будут больше на логику. И нам нужно будет иметь как раз-таки максимальное представление, как что функционирует. Сейчас вот здесь я предлагаю когда поподробнее разобрать вот эти вот простые, но все-таки важные сокращения LRS, ZRS, JRS. То есть в чем отличие, как работает репликация. Да, мы сейчас плавно перешли уже к тому, что немножечко абстрагировались от блок объектов, потому что это вещи, которые занимают все-таки минимальное время для понимания, так или иначе мы с вами всегда функционируем. И нужно просто немножко уделить времени, и вся информация, которую мы сейчас буквально за 10 минут рассказали, ее уже хватит для полноценной сдачи. А про репликацию мы посмотрим сейчас каждую отдельную возможность служб хранилища отдельно. То есть у нас есть как и локальное избыточное хранение, как и хранилища избыточное в пределах, геоизбыточное хранение и в принципе геоизбыточное хранение с доступом для чтения. Это как раз и есть и LRS, ZRS, JRS, RA-JRS. Мы посмотрим сейчас дальше с вами каждую из них отдельно. Данная информация, которую вы видите просто на слайде, это в принципе информация по SLA, что мы видим, что он достаточно большой, допустим, для геоизбыточного хранилища с доступом для чтения. У нас SLA 99,99169, это в принципе очень хорошая цифра. Соответственно, мы наглядно видим, что простой инфраструктуры у нас практически не будет, точнее простой реплики. Такие маленькие кейсы, точнее даже не кейсы, а просто полезная информация. Любая виртуальная машина, которую вы создаете в Azure, она дефолтно реплицируется на случай падения сода, в котором размещается ваша виртуалка, просто для реализации SLA. Соответственно, если случилась какая-то авария, у вас становится недоступна виртуальная машина, у нее есть порядка одной-двух реплика в других цидах, с которыми можно будет работать в дальнейшем. Вы за это ничего не платите, это, так скажем, дефолтная составляющая для удобства пользователя, чтобы обеспечить как раз-таки непрерывную работу инфраструктуры. Сейчас мы все-таки вернемся к возможностям реплики, какие виды у нас есть, и начнем с локально-избыточного хранилища. Мы столкнулись с ним в таблице первым, это LRS. Он, в принципе, самый дешевый и, в свою очередь, из-за своей маленькой стоимости, он обеспечивает самый низкий уровень надежности по сравнению с другими вариантами. В случае аварии, как мы видим, все реплики могут быть потеряны или быть невозможными для восстановления. По сути, каких-то крупных известий по поводу аварий в цодах Microsoft не наблюдалось. Я думаю, многие из вас слышали новость, что когда-то в районе лет 6 назад подобные вещи возникали в цодах угла, где несколько процентов данных были невозвратно потеряны, и это было взаимосвязано только лишь с тем, что 6 раз в одно и то же место отсюда ударило молнию. То есть, по сути, нам нужно понимать, что LRS у нас содержит высокую пропускную способность для репликации, можно легко создавать, стоит дешево, и некоторые приложения реплицируют данные только в одной стране из-за нормативных требований. Вопросы по поводу составляющих будут, и, в принципе, в первую строчку, которую вы видите перед собой, есть основное тезисное описание, которое нам будет необходимо. Так, хранилище мы в дальнейшем покажем. Сейчас как раз мы вкратце посмотрим, что у нас еще есть. Сейчас мы возвращаемся к ZRS. Да, Александр, спасибо. В калькуляторе можно посмотреть как раз-таки дополнительную стоимость хранилища, если возникают такие вопросы. ZRS у нас уже содержит более высокий SLA, работает на более высоком уровне, чем LRS, и, в принципе, упрощает развертывание с высоким уровнем доступности. Сейчас нам в ZRS уже можно делать репликацию не в одном SLA, а в нескольких зонах доступности. Можно работать с транзакционными приложениями, когда простые и недопустимые, и также ZRS позволяет считывать и записывать все данные, если одна зона недоступна или ее невозможно восстановить. Плюсы очевидны, они уже налицо, у нас есть несколько реплик, мы можем с ними постоянно взаимодействовать и работать, и уже у нас есть меньший шанс потери всех данных. А сейчас пойдут как раз-таки две более интересных вариации для репликации. Это JRS, это геоизбыточное хранилище, в котором можно управлять репликами всех отдельно и масштабировать в рамках единицы. Здесь у нас есть просто немножечко рекомендации, так скажем, полезного материала. Данные вопросы могут вам случиться, точнее могут вам встретиться в экзаменах. Есть асинхронная репликация, есть синхронная репликация. Асинхронная репликация подразумевает задержку. Соответственно, такие вопросы на логику встречаются. Если у нас есть несколько виртуальных машин, нам не важно хранить всю реплику постоянно. Нам необходимо в какой-то определенный промежуток времени скачивать данные. И исходя из этого, нам подойдет больше асинхронная репликация. И также у нас может быть вторая машинка, которая настроена с синхронной репликацией. Также мы видим, что у нас реплика будет недоступна, пока Microsoft не инцидирует отработку отказа. Это случается только в нескольких регионах, не нужно беспокоиться. Мы с этим не столкнемся в экзамене. А сейчас основная модель у нас заключается в том, что есть как раз синхронные и асинхронные модели. Я думаю, Александр дополнит, потому что геоизбыточное хранилище как раз таки живой кейс, который периодически спрашивают, периодически используют. Как правило, геоизбыточное хранилище используется для тех же самых хранения резервных копий. Иногда это очень сильно упрощает жизнь не только системным администраторам, но и в целом организациям. Ну а так, уровень надежности, который, конечно, геоизбыточное хранилище дает, он не превзойден, скажем так. И организовать что-то подобное у себя на земле будет достаточно проблематично. Но одно из требований, например, по стандарту Microsoft, расстояние между дата-центрами, где хранятся геоизбыточные данные, должно быть не меньше тысячи километров. И я, наверное, Саша, попрошу тебя еще сразу услуг озвучить историю вопроса, который сейчас был в чате, именно про премиум-хранилище. Он все-таки мне кажется интересен, потому что мы сами вместе с вами налетали на эти грабли, когда в премиум-хранилище у нас оставалась виртуальная машина. И за это списываются дополнительные деньги. То есть как в целом тарифицируется премиум-хранилище, в отличие от обычных? Обычное хранилище у нас тарифицируется по каждому гигабайту, который мы используем в нем. А в случае с премиум-хранилищем используется кратно 32 гигабайтами, если я правильно помню. Округляется. Ну, то есть даже если мы возьмем 1 гигабайт, то мы будем платить фактически за 32 гигабайта. Если мы, допустим, берем 100 гигабайт пространства, то мы все равно будем платить за 128. Связано это, я так понимаю, с особенностью именно организации самого хранилища на физическом уровне. Поэтому об этом стоит помнить всегда, когда выделяете какие-то ресурсы именно с премиум-хранилищем и начинаете на них размещать информацию. Всегда понимаете, что биллинг будет не согласно тому объему информации, который вы используете, а именно кратно-базовым объемом. Ну, вот применительно просто к реальным кейсам, скорее не к динаме, но именно к реальной жизни. Особенно если вы там тестируете и играетесь в ажур, то обратите внимание, что если вы создаете себе машины именно на SSD и используете премиум-хранилище, то даже в выключенном состоянии они будут вам стоить денег больше значительно, чем, допустим, машинка на обычном хранилище. Не на премиум. Это, кстати, дальше будет видно про премиум-хранилище и управляемые диски, когда там будут таблицы сравнений объемов и производительности, как раз будет, сразу станет понятно, за что берутся деньги. Отлично. Ну, тогда идем дальше. Мы вернемся к последнему КРА-GRS, это гео-збыточное хранилище с доступом для чтения. Здесь также нам нужно, на самом деле, просто помнить основной момент, что асинхронная репликация подразумевает задержку изменения. Соответственно, если у нас реплицируется какая-то машиночение раз в неделю, то у нас есть риск потери данных, который будет невозможно восстановить из основного региона в случае аварии. РА-GRS как раз-таки у нас предоставлено для обеспечения более высокой доступности. СЛА, как мы помним, у нас 99,99169, то есть, в принципе, для РА-GRS, это, в принципе, самый высокий из доступных СЛА-ов, и, как и его предшественник, он также отличается максимальным сохранением данных. Точнее, не отличается, а также схож максимальным сохранением данных, и это наиболее самые популярные кейсы. Да, они дороже, чем тот же самый ЛРС, но здесь все-таки вопрос состоит, насколько необходимо иметь возможность сохранности своих данных. На самом деле, СЛА просто показан как таковой, что он просто существует, нужно в голове держать информацию, что в РА-GRS самый высокий СЛА. СЛА, как мы все помним, это уровень доступности сервиса. Сейчас мы все это посмотрим дальше на демонстрации, чтобы все это было видно глазами, можно было посмотреть интерфейс, в некоторые части, точнее, самые необходимые части Александр нам осветит, а остальные можно просто держать в голове как полезную информацию, для того, чтобы провести аналитику в том или ином вопросе, и какой из видов реплицирования лучше использовать. Потому что, ну, еще раз, возвращаясь к вопросам, самая важная информация, это просто правильно прочитать и понять вопрос, что с ним вообще будет и как с ним взаимодействовать. Потому что некоторые вопросы есть подковырка, которая существует в тексте. Допустим, одним из основных условий является сделать самую дешевую реплику. То есть, нам нужно понимать то, что мы сейчас с вами прошли, что у нас есть более дешевые модели реплицирования, более дорогие, соответственно, дешевая не особо качественная, чем дороже, тем качественнее. Но это очевидные и логичные вещи, которые встретятся нам в экзамене в разных видах. Я бы здесь, наверное, потребил только термин не качественная, а скорее надежная, там, избыточная. Качество везде одинаковое, но уровень отказа устойчивости, уровень надежности и катастрофа устойчивости естественно отличаются у разных типов репликации. Да, спасибо. И сейчас мы подходим к управляемым дискам, то есть, когда вы создавали виртуальную машину на первом уроке, у нас в домашнем задании прямо было прописано, что нужно использовать именно управляемый диск, чтобы иметь в дальнейшем возможность его подключения. Когда мы в прошлом проводили подобные мероприятия, пользователи смотрели, что есть две возможности использования неуправляемых и управляемых дисков. И вот как раз таки сейчас при сегодняшнем домашнем задании если у вас возникнут проблемы, я прошу обратить сразу же внимание, какую виртуальную машину вы создали и не играли с ли вы самостоятельно с параметрами. Потому что контент у нас все-таки строится на управляемых дисках, потому что нам придется их подключать, придется смотреть, как с ними взаимодействовать. В принципе процедура не так сложна, но если изначально изменить условия, то становится немножечко невозможно. Нам также нужно будет выбрать класс просто премиум или стандартную и размер диска. Кстати, вот как раз таки по тарификации я сразу же Саше прошу пояснить, потому что с объемами выбранного диска существует ряд ограничений по стоимости. Александр вернись Открой слайд, на котором у тебя табличка сравнительная есть. А просто как все это выглядит в калькуляторе, размер, а ты имеешь ввиду размеры диска, как раз таки я про нее и упустил, я про следующий слайд как раз. Вот здесь на слайде как раз видно, что у нас премиум диски например, идут за 32 гигабайта за 64 и дальше вот кратно. То есть округление будет идти всегда в большую сторону. Даже если мы возьмем не знаю 513 гигабайт мы все равно будем платить за 512 но при этом мы получим гарантию по полосе пропускания по количеству иопсов мы получим соответственно несколько ну как я понимаю устройств именно для хранения то есть мы получим гарантированно объем по факту в общем если мы возьмем 513 гигабайт мы будем платить за 1024 гигабайта фактически и пропускная способности их по показателю хранилища у нас будут как будто мы используем 1024 гигабайта вот в целом в случае с обычными дисками там у нас такой градации фактически нет да вот это как раз была проблема даже у меня когда мы первый раз вообще в принципе разбирали виртуальные машины разбирали стоимость дисков у меня сразу же возник логичный вопрос зачем тогда брать там 513 гигов если можно сразу же брать терабайт мы все равно платим по факту за него и можно использовать это пространство как-нибудь полезно там дополнительная база данных дополнительная какая-то файловая хранилка и вот просто будьте внимательны при собственном выборе если у вас есть какое-то ограничение или есть минимальный объем дискового пространства необходимый но он выходит уже в другую следующую градацию то можно взять объем больше просто вы в любом случае будете оплачивать за его использование а вот Саша еще сразу же попросим тебя пример были ли в твоей практике моменты когда использовались именно неуправляемые диски нет фактически мы всегда используем управляемые диски потому что это проще удобнее и в случае необходимости допустим изменить объем диска в случае с управляемым диском никаких проблем нет ни подключить ни обслужить и что-либо то есть любые манипуляции с управляемыми дисками происходят на порядок проще ребята давайте еще на вопросы в чате ответим то есть вот я вижу прямо там два вопроса почти подряд идут то есть когда же все-таки нужны неуправляемые диски ну вообще зачем они нужны реальные кейсы какие-то можем придумать например применительно к вопросам экзамена встречалось ли там что-то такое по вопросам в качестве неуправляемых дисков вопросов не было потому что на самом деле дефолтно все используют управляемые да они как раз таки дешевле и сразу же поясню в ответ на вопрос если диск создан неуправляемым как раз таки при создании виртуальной машины есть такой скролл что какие диски в дальнейшем будут использоваться если у вас виртуальная машина дефолтно создана для взаимодействия с неуправляемыми дисками то управляемый диск вы внутри нее просто не сможете создать то есть когда мы столкнемся с проблемой добавления дополнительного дискового пространства и у нас скролл стоял дефолтно использование неуправляемых то мы их только создавать и будем ну и соответственно наживем себе следующий ряд проблем да старые машины создавались с неуправляемыми но сейчас эта проблема искорена и всегда можно выбрать что мы будем использовать в дальнейшем но как раз таки в своей практике неуправляемые мы не использовали потому что нам нужно было обеспечить работоспособность и нам нужны были SSD диски в основном для быстроты работы с базы данных так что к неуправляемым дискам это не особо необходимая нам сегодня информация мы просто должны помнить что они есть должны понимать что можно при создании виртуальной машины уйти самостоятельно так скажем осознанно неуправляемые но в экзамене нам по сути это не встретится то есть у нас есть управляемые они взяты как за некий эталон и на них мы и будем работать что делать а ну вот тут уже в чате уже Саша ответил что делать с машинами которые были созданы в старом формате с неуправляемыми дисками то есть ну действительно Саша уже подсказал что оптимально просто сделать снимок и просто перенести это все на другой диск да это в принципе как с любыми блок объектами при копировании из локальной инфраструктуры могут возникнуть проблемы и у нас будет скопирован вейджер защищенный блок объект с которым нельзя проводить какие-то манипуляции такое бывает его нужно просто перезалить то есть вариаций много информации по этой тематике много машины поменять можно диски поменять можно но на данном этапе это нужно просто держать в голове что такая вариация взаимодействия есть сейчас немножечко просмотрим один момент принципиальная разница между управляемым и неуправляемым диском неуправляемый диск мы фактически должны создать учетную запись хранилища ну то есть мы создаем виртуальную машину далее мы хотим к ней подключить диск с данными мы должны сначала создать хранилище потом создать контейнер там разместить наш диск после этого мы его можем подключить к нашей виртуальной машине при этом у хранилища есть определенные ограничения по производительности и мы полностью обеспечиваем решение этих вопросов самостоятельно в случае с управляемыми дисками Azure все эти операции берет на себя то есть мы просто при создании виртуальной машины говорим что мы хотим использовать управляемые диски Azure у нас обеспечивает нам необходимую производительность хранилища сам создает все учетные записи и сам их обслуживает все это происходит в фоне без лишнего участия и каких-то телодвижений обычно это просто упрощает жизнь ну и сразу же Саша ты можешь сказать как включается у нас шифрование потому что на управляемых дисках шифрованием включается отдельно через PowerShell последний раз когда я пытался это сделать получилось только через PowerShell да на самом деле мы когда изначально ставили наши первые с Александром демонстрационные среды мы использовали просто стандартный SSE протокол который дефолтно в принципе выполняется на управляемых дисках но дополнительное шифрование мы просто не включали здесь нужно смотреть по надобности то есть нам также нужно понимать что здесь два основных этапа первый дефолтный а второй по мере необходимости куда-то углубляться дальше пока нам не жизненно необходимо мы сейчас еще посмотрим про сайт recovery то есть мы на самом деле не будем уделять прямо объемное количество времени чтобы объяснить как этот вид бэкапа функционирует в принципе нам нужно просто понимать что он организует и контролирует аварийное восстановление а также можно бэкапить локальную инфраструктуру даже бэкапить отдельные кусочки локальной инфраструктуры по своему желанию я бы все-таки Антон тебя поправил это наверное не стоит рассматривать хотя действительно это решение выполняет функцию бэкапа но все-таки она скорее цель его не резервная копия а цель его именно аварийная поддержка аварийного восстановления на случай отказа то есть сервис который мониторит доступность ваших серверов держит у себя их реплики и при необходимости при остановке допустим основных серверов стартует их в ажуре или управляет оркестрированием между двумя вашими содами если такие у вас есть в действительности про сайт рекавери вопросов в экзамене практически нет то есть там скажем даже нет не попались ни разу и по-моему в темах они не озвучены в темах они озвучены нам нужно просто понимать что эта вещь есть ее можно использовать даже для своих локальных инфраструктур вот мы буквально ну так сказать один из самых самых простых сценариев попробовать тежур в продакшене если у вас уже есть действующий критичный сервис то создать реплику и протестировать например как это все будет работать у вас в случае отказа все это можно через сайт рекавери да мы просто как раз обсуждали момент вот эта вот бонусная часть немножечко не дописана если у вас есть время и вам интересно узнать как эта штука работает и функционирует то можно написать нам дополнительно на почту и мы сможем отдельно поговорить и предоставить так бонусом мини мануальчик для рассмотрения как его можно использовать в своей компании это также у нас открытые инструкции просто они прописаны более подробно ну и давайте как раз немножко все-таки расскажем сколько эти общие эти темы и АСР и журбэкап они напрямую завязаны с хранилищем сейчас как раз расскажем несколько слов еще про архитектуру работы АСР про резервное копирование виртуальных машин и на кратких демонстрациях посмотрим где вообще настраиваются все эти параметры систем хранения и напомню что у нас еще есть на сегодня пяток а то и больше почти десяток вопросов с теста для разбора который мы сейчас перейдем хотя мы вперед бежим торопимся да вопросов мы взяли просто чуть побольше потому что здесь интересная тематика она вроде на первый взгляд достаточно поверхностная с типовыми вещами но уделить отдельное внимание ей нужно вот я попрошу Александр вернуться к нам вернулся и прокомментировать функционал ну значит аэсэр принципиально работает каким образом мы либо берем нашу среду виртуализации неважно это вмвар или хиперви устанавливаем агент и предоставляем доступ эйджеру для мониторинга состояния нашей инфраструктуры в случае ее падения эйджер из реплик которые постоянно скачивают к себе при этом период репликации мы можем настраивать вейджер подгружает то есть запускает наши виртуальные то есть запускает виртуальные машины из реплик которые хранятся вейджере и постоянно обновляются и наша инфраструктура фактически там по двум щелочкам пальцев переезжает вейджер там продолжает работать для того чтобы у нас репликация проходила нам приходится на оборудование у себя ставить агенты которые реплики сжимают шифруют и отправляют вейджер ну и соответственно как уже ранее было сказано мы можем использовать надземную инфраструктуру для этого мы можем в принципе использовать какие-то мы можем сделать реплику между двумя виртуальными методами вейджер например либо мы можем взять как у нас на одном из проектов было у локального хостинг провайдера хранить инфраструктуру крутится виртуальные клиенты но клиент хочет обеспечить себе максимальную стабильность и надежность поэтому он подключил в итоге аэсэр и вся его виртуальная инфраструктура локального хостинг провайдера реплицируется сейджером в случае отказа но на самом деле никто не тут прохован когда локальная инфраструктура откажет да мы на самом деле изначально свою инфраструктуру таким образом среплицировали в качестве эксперимента потому что в основном все рабочие нагрузки находятся вейджере но в дальнейшем оказалось что большинство наших клиентов с удовольствием пользуются этой услугой и подключаются такие вещи для того чтобы читать спокойно сразу подскажи вопрос как раз в чате допустим SQL сервер с базами на терабайт сколько будет стоить аср для примера понятно что в деталях надо считать на калькуляторе но хотя бы как строится и как рассчитывается стоимость аср расчет берется так стоимость экземпляров которые мы реплицируем и стоимость хранилища который занимает первый месяц бесплатно все последующие месяца уже считаются по среднем месячным занимаемым объем репликой ну то есть условно стоимость экземпляра фиксирована если я не ошибаюсь да 1579 по-моему если правильно помню калькулятор и плюс еще за именно хранение реплики ну а хранение реплики считается по стоимости хранилища которое необходимо для этого а когда виртуальная машина которая размещена в аср запускается то есть срабатывает этот файловер она у нас тарифицирует добавляется еще и стоимость работы виртуальной машины правильно совершенно верно отлично окей ну я думаю давайте пойдем дальше то есть базово посмотрели на аср вполне сейчас в экзамене таких вопросов нет но если они появятся вдруг потому что экзамен все время меняется мы по крайней мере составили общее представление что это для чего этот сервис в первую очередь именно для обеспечения отказоустойчивых решений репликации виртуальных машин и аварийного старта и в случае отказа основной инфраструктуры пойдемте к резервному копированию демо да мы еще забыли посмотреть самый простой надежный способ бэкапа это резервное копирование всей виртуальной машины которая доступна нам через обычный знакомый интерфейс портала мы не будем заострять сейчас на этом внимание этот данный кусочек у нас описан в домашнем задании чтобы все посмотрели как его настроить самостоятельно сейчас на этой ноте Александр я прошу забрать тебе управление ну вот тут спрашивают скопирует ли ASR корректно SQL сервер я не вижу в принципе проблем ограничений поскольку реплицируется вся виртуальная машина VHD со всеми параметрами то есть если у вас виртуальная машина работает на хосте и она с такими же параметрами уходит на инфраструктуру Azure проблем возникнуть в принципе не должно на самом деле в продакшене такие решения работают они в основном как раз используются базу данных так экран видно да видно сейчас видно замечательно ну соответственно все тот же самый портал Azure начинаем мы все свои эксперименты всегда создание группы ресурсов для нашего удобства мы разделяем их соответственно создаем группу ресурсов указываем регион подписку и после этого мы можем перейти уже непосредственно в группу ресурсов для того чтобы создать учетное запись хранилища она тоже относится к достаточно популярным сервисом поэтому выбираем ее и далее как раз необходимо ввести данные которые нам позволят идентифицировать это учетное запись хранилища далее можем как раз использовать классическую модель или ресурс менеджер соответственно мы потихонечку все уходим на ресурс менеджер тип учетной записи то как раз о чем говорили в презентации мы по умолчанию выбираем первую версию и как раз можем выбрать производительность то есть премиум или стандарт стоит обратить внимание что премиум хранилище оно доступно только в лрс то есть локально избыточном случае со стандартной со стандартным хранилищем мы можем использовать все доступные нам далее указываем группу ресурсов и переходим к созданию сейчас мы попробуем создать ресурс файла хеджер и разместить туда какой-нибудь файлик чтобы его можно было в дальнейшем открыть создание занимает определенное время пока у нас происходит создание вернусь тоже в чатик там был вопрос про маппинг уже прилетело точнее как ASR подменяет IP-адреса но уже прилетело две ссылки одна от меня другая от Романа что ему спасибо где как раз на этих ссылочках в docs.microsoft.com описаны прямо сценарии то есть если у вас компания такая это ASR такой-то ASR настроен таким-то образом как необходимо наставить IP-адреса то есть в общем и целом я думаю как раз после прочтения будет ясно каким образом ASR забирает на себя рабочие нагрузки и продолжает обслуживать клиентов по внешнему DNS имени хотя при этом происходит замена IP-адреса так ну вот учетная запись хранилища у нас создалась теперь мы соответственно можем создавать в нее уже контейнеры вот видим доступный нам как раз типа контейнеров которые мы можем здесь разместить нас интересуют файлы замечательно что-то пошло не так попробуем может быть переместиться в свою учетную запись может быть у вас стоит ограничение нет просто просто мы слишком быстрые ну и теперь мы можем как раз создать файловый ресурс мы соответственно можем файловый ресурс ограничить какой-то квотой ну и далее собственно говоря вот мы создали файловый ресурс на который теперь можем разместить какой-то файл мы можем оттуда загрузить и соответственно уже предоставить пользователям доступ к примеру мы можем его подключить как виртуальный диск операционной системы то есть как раз мы видим что здесь есть удостоверение ключ который нам позволяет как раз подключиться фактически мы проходим авторизацию и вот наш этот файлик который мы там разместили вот собственно говоря то есть работа с учетными записями службы хранения она достаточно простая ну требует просто некого понимания на первом этапе аналогичные операции можно в принципе выполнить в PowerShell но я так понимаю мы по времени не укладываемся поэтому демонстрировать не будем документации очень много примеров которые позволяют саш не останавливая пока еще демонстрацию я пропустил может быть мы показали где вот все эти режимы репликации для хранилищ настраиваются да на этапе создания окей все прошу прощения моргнул видимо в этот момент будет все быстро окей нам тут подсказывают что есть еще такая прекрасная тула утилита которая называется Эжерус Террич Storage Explorer с ней действительно комфортнее работать с хранилищами сейчас мы грубо говоря показываем как все это сделать из того что под рукой если у вас только браузер командная строка на самом деле очень много удобных инструментов есть сторонних партнерских по работе с Эжер в экзамене они к сожалению никак не рассматриваются поэтому мы пока работаем с классикой с классическими вещами так ну собственно базовые вещи мы с вами рассмотрели теперь я предлагаю вернуться к нашей презентации в принципе самое время как раз пробежаться по примерам вопросов сейчас она к нам вернется и вот у нас еще есть немножко времени как раз для того чтобы вместе с вами немножко поразмяться и посмотреть примеры вопросов напомню что примеры вопросов взяты не из экзамена то есть они никак не совпадают именно с конкретными вопросами в экзамене но они на те же темы в том же формате и проверяют те же самые знания и навыки Антон я тебя прошу переключить на пару слайдов вперед на один хотя бы да да мы сейчас просто подытожим что мы посмотрели сегодня за день перед тем перед тем как мы вернемся к вариации вопросам мы посмотрели какие учетные записи хранения для реплики в принципе у нас существуют эту информацию знать нужно мы посмотрели блок объекты это вот те основные вещи которые нам понадобятся и с которыми у нас будет взаимодействие будет значительная часть вопросов если приводиться именно по итогу у меня было порядка пяти вопросов про блок объекты взаимосвязанные как раз таки с вариантами реплик и сейчас мы собственно перейдем к вопросам и посмотрим давай я буду помогать озвучивать коллеги я прошу тоже подключиться а вот кстати да но я думаю что на эти вопросы мы уже чуть позже ответим Саша я тебя пока попрошу глянь в чатике вопрос про безопасное перемещение вот а мы именно рассмотрим просто примеры вопросов напомню что здесь могут быть разные один вариант ответа в данном вопросе история следующая то есть это именно такой мини кейс вы администрироваете облачную службу данные у вас лежат в учетной записи хранилища Azure однако политика безопасности компании требует чтобы ключи общего доступа раз в месяц менялись и служба при этом не отключалась необходимо вот как раз пришло время сменить ключ доступа какие шаги вы предпримете выберите один правильный вариант варианты какие есть обновление вторичного ключа доступа обновление первичного ключа доступа обновление всей настройки либо ну то есть как видите здесь отличается всего лишь набором шагов да Сергей совершенно верно это вопрос из тестового экзамена и мы буквально в первый же день как раз говорили что мы будем использовать эти вопросы они не закрыты идеи мы можем по крайней мере вместе с вами пообсуждать действительно как раз из тех самых рекомендуемых подготовки материалов то есть чем мы знакомили вас на первой встрече что любому желающему есть возможность увы не бесплатно но за небольшие деньги купить себе доступ к тестам в котором есть порядка 170 если не ошибаюсь вопросов на всевозможные темы и потренироваться и прокачаться и так пока я говорил у нас написали варианты ответов спасибо Сергей да хорошо что он был два года назад в экзамене сейчас заявлено что именно этого вопроса в экзамене нет ну и так все пишут что два вариант второй он вперед покажи же нам правильный ответ что делается с ключами давайте дадим еще возможность Сергею ответить раз два года назад что он ответил два года назад на этот вопрос у нас кстати да тоже интересно два сказал он и как я понимаю наверное он сдал этот экзамен раз уверенно отвечает да совершенно верно это правильный ответ почему именно так давай сразу к комментариям идем итак поскольку мы откажемся сразу же от четвертого варианта потому что нам не следует начинать с обновления настройка облачной службы это для тех кто оставил вариант 4 и как раз таки перейдем ко второму варианту что нам сперва следует обновить вторичный ключ доступа к учетной записи хранилища ну то есть там кстати ключевой намек был именно что служба не должна останавливаться и сейчас используется первичный ключ соответственно как там поменять ключ доступа необходимо изменить вторичный затем уже изменить настройки чтобы все сотрудники начали использовать новый ключ доступа да как раз возвращаемся к тому что нужно подчитываться вглубь вопроса и не упускать важные данные безусловия идем дальше следующий здесь drag and drop пример то есть суть примерно в следующем то есть есть набор лоб объектов вот кстати ну как все наборы данных являются потреби что это значит что мы сохраняли первичный вид доступный на русском языке в экзамене да чудесно и собственно есть нужен доступ набор данных какие три шага необходимо выполнить чтобы получить доступ блок объектам ажур причем их нужно расположить в правильном порядке здесь я думаю будет сложно ответить в чате хотя нет можно подряд написать три цифры например там 3 4 5 1 2 3 то есть какие шаги на ваш взгляд необходимо сделать чтобы получить доступ к набору данных да все данные используются или все данные являются пользовательскими но на самом деле даже в таком в таком написании мы можем немножко догадаться в чем идет речь то есть ключевой вопрос идет ниже именно какие три шага подряд необходимо сделать чтобы людям дать доступ к данным ну и еще раз напомню как у нас все это функционирует в настоящем экзамене можно посмотреть английский оригинал и не догадываться про то что у нас написано на русском но если в тестовом варианте вы для себя выбрали русский язык то то увы давай сразу перейдем к ответу мне кажется здесь ну не всем не всем просто будет ответить ну там угадать ответ ну хотя вот кстати нам не просто будет самим сверить и показать какие цифры используются в ответе но на самом деле как я вижу вот единственный ответ который написан кстати правильный вот второй ответ тоже да а вот 623 уже не совсем давайте сразу покажем правильный ответ чтобы не мучить людей чтобы было понятно чем идет речь и так чтобы получить доступ блок объекта Azure необходимо выполнить следующие шаги создать подписанную URL дальше установить этот URL для конкретного блок объекта и потом соответственно просто дать пользователю этот предоставить пользователю этот URL то есть не нужно выполнять операции с ключами учетных записей с созданием и удалением а весь доступ ведется именно по URL кстати мы это сегодня даже немножко обсуждали как делается доступ к блок объектам давай сразу перейдем к комментариям то есть вот они неправильные шаги здесь бы я запомнил именно связку доступ к объекту по подписанному URL именно в подписанной ссылке держатся и права доступа и интервал действия подписки соответственно после того как этот адрес создан и привязан к конкретному установлен конкретному блок объекту можно получить доступ к данным причем опять же с ограничением времени на самом деле да это вопрос из серии логичных вопросов которые на которые нельзя ответить неправильно ну если да если запомнили основные вещи то есть главное не мешаться скажем не лезть в ключи здесь заниматься именно URL-адресами идем дальше еще одна история про администратора подписки ажур в компании хочет он создать учетную запись хранилища и хочет там хранить очень важные корпоративные данные и доступ к этим данным настолько важен что даже если вдруг с ажуром что-то будет не так то данные должны быть доступны как же это сделать да еще и подешевле да такие вопросы очень часто случаются я надеюсь все вопросы про подешевле они как я заметил нередки в экзамене да вопрос вот именно что как сделать все чтобы все работало идеально но стоило минимальное количество денег но на самом деле 70% вопросов пересекаются поэтому видимо все-таки посмотреть в калькулятор тоже придется перед подготовкой к экзамену сравнить где что не надо запоминать цены но сравнить например некоторые вещи между собой имеет смысл да мы как раз такие с тобой запутали чат своим рассуждением на подешевле и все сразу же вспомнили что ЛРС подешевле но при этом это вы зря ЛРС же как раз СЛА ниже да вот мы как раз таки отвлекли всех этим ну так теперь давай разбираться и комментировать что же все-таки какой же правильный ответ итак еще раз доступ к данным должен сохраняться даже при перебоях в работе Azure и должно делаться с минимальными эксплуатационными затратами насколько корректный здесь вопрос он действительно сбивает с толку он как бы намекает что наверное где-то должна быть оффлайновая копия но это не совсем правильно в данном сценарии итак правильный ответ это ZRS почему да давайте сразу же перейдем к ответу нам не следует в принципе на данном вопросе отвечать ЛРС потому что оно хранит данные только в трех копиях если и в одном месте в одном цоде если он будет недоступен то мы не сможем вернуться к этим данным поэтому нам необходимо использовать раз мы говорим а подешевле за РС ну здесь я наверное от себя добавлю перечитывая логику вопроса перебои саджур подразумевают наверное перебои в каком-то конкретном в отдельном цоде потому что сама архитектура не предусматривает возможности какого-некого глобального сбоя то есть сбой могут быть локализованы только в рамках одного цода именно вот этот сценарий здесь рассматривается и именно поэтому предлагается все-таки не ЛРС а второй наверное по дороговизне не самый дорогой но уже обеспечивающий избыточное хранение за пределами одного цода да Константин если вот про ЗРС убирают не убирают мы немножечко не в курсе возможно вы правы но в данном случае экзамен еще не обновлен и пока вопросы будут касаться и ЗРС идем дальше считать вот здесь Андрей спорит с нами что говорит что скорее всего редонли ЗРС редонли ГРС редаксесс I don't think so но собственно ГРС все равно будет скорее всего более дорогим и не обеспечит работу с правами еще и на запись да он будет чуть подороже это знаете еще есть такой хороший пример я думаю многие из вас иногда проходят бесплатные сертификационные курсы на сайте Microsoft курсы посвящены там правилам лицензирования и вот даже несмотря на то что у нас допустим сейчас в основных случаях сменилась схема точнее сменилась схема лицензирования на Windows Server тот же 2016 а все равно в тесте используются пока что еще старые схемы лицензирования 2012 Windows Server то есть даже даже если кусок вылетит в трубу нам нужно будет все равно вспомнить что такие вариации для реплики как за РС функционировали и что было в их составе можешь Владислав продолжать я вот как раз говорил выключенный микрофон все это время в это время люди у нас уже отвечают судя по всему правильно на следующий вопрос вопрос посвященный именно восстановлению файла ну название файла да очень уникальное не будем его комментировать однако история примерно следующая нужно выбрать команд лет PowerShell для восстановления файла да давайте перейдем к ответу и убедимся что почти никто не угадал не самый добрый вопрос не самый логичный особенно из-за проблем с переводом здесь перевод только в названии файла я бы сказал давай сразу объясним то есть как бы как бы имелось ввиду намекалось что файл являлся все-таки неким файлом базы данных и этот файл создан при экспорте данных из схемы постанов сложно прокомментировать однако стоит все-таки его запомнить то есть в случае восстановления и изменения локации файла стартажер сиской датабейс импорт команда нам поможет да там тоже хороший вопрос где было про базу видимо само название файла должно было как бы намекнуть здесь к сожалению больше наверное на проблемы перевода сошлюсь да мы бы с удовольствием показывали бэкпэк вообще не смогли бэкпэк да как бы что-то бэкпэк мы по крайней мере слышали именно в такой интерпретации по-моему немножко по-другому должен писаться и мы как раз таки возвращаемся что все равно всегда можно будет посмотреть оригинал на английском это дает очень огромный плюс для сдающих экзамен на русском так что если вы хотите приобретать вот эти данные дополнительные курсы то берите скорее всего английский язык да вот спасибо у нас уже есть подсказка что такое как работать с бэкпэк файлов и так дальше да все спасибо Егор поскакали дальше администрирование физического файлового сервера Windows Server 2012 R2 необходимо выполнить резервное копирование в Azure и вы соответственно столкнулись с тем что сервер погиб и стали и хотели бы восстановить данные на новую жилетку то есть сценарий bare metal recovery соответственно вы установили Windows Server установили агента службы backup что же дальше нужно сделать какие два шага именно два здесь нужно выбрать как восстановить из backup в Azure сервер который собственно является голой железкой какие у вас будут варианты какие шаги являются обязательными так есть пока только один ответ что буквы дисков сервера и DNS имя должны совпадать но есть ли еще какие-то варианты подождите пока побольше посмотрят я просто поясню еще очень интересно вот такие вот содержания вопросов что каждый правильный ответ предоставляет часть решения нужно обращать на них огромное внимание потому что некоторые вопросы прямо требуют указать правильный ответ в порядке необходимости выполнения точнее очередности выполнения а я пока вижу что только один правильный ответ у нас появился на эти вопросы многие догадались что все-таки необходимо знать кодовую фразу которая использовалась для шифрования данных на исходном сервере потому что это и сила и с другой стороны рисковое место ажурного бэкапа поскольку ключ шифрования хранится именно у вас и парольную фразу знаете только вы никто вам не поможет если вы потеряли их поскольку все бэкапы шифруются по умолчанию у нас заказчика как раз эта парольная фраза хранилась на том самом сервере который перестал работать потому что жесткие диски посыпались вот это было интересно спасли да чудом просто вытащили с одного из дисков этот файлик и после этого буквально за часа два наверное за 4 часа залили инфраструктуру обратно и все запустили на другой по поводу языка уже уже не будем это комментировать до машинный перевод все верно но я думаю тут тоже можно догадаться что речь идет о совпадающем NetBIOS имени либо DNS имени у исходного и нового сервера грубо говоря так понятно что перевод не очень давай уже не будем тянуть время перейдем именно к ответу ответ простой очевидный то есть на самом деле ни NetBIOS ни DNS имени буквы дисков не являются критичными для восстановления бэкапа но важно чтобы новый сервер использовали одинаковые хранилища архивации чтобы у вас была известна и где-то доступна парольная фраза так называемая которую вы шифруете в бэкап и вяжем дальше ну комментарии я думаю очевидны то что мы уже озвучили главное чтобы были одинаковые хранилища парольная фраза к именам привязки никакой нет параметрам дисков привязки тоже никакой нет в любом случае служба архивации восстановит все что необходимо идем дальше да и я продолжу повторюсь наверное если вы комфортно себя чувствуете с английским языком выбирайте англоязычную версию сколько все-таки прямого человеческого перевода на все языки мира ну в смысле руками людей перевод на все языки мира не делается в большинстве случаев действует именно машинный перевод а вот оригиналы все-таки пишутся людьми на английском использование английского у вас может снять ряд вопросов если вы комфортно чувствуете с написанием вопросов на английском языке там главное опять же владеть все-таки немножко базовой грамматикой хотя бы чтобы хитрые вот эти вопросы формата они в джоулях ли измеряется что-нибудь то есть правильно правильно прочесть именно вопрос это важно английском то есть помимо понимания самих терминов правильно понять вопрос так ну и собственно еще еще несколько вопросов у нас осталось вы менеджер отдела информационных технологий с чем вас и поздравляем и вы отвечаете за управление служебной шиной ажор соответственно вот здесь как раз про очередь вопрос который который не часто встретится есть у вас приложение использую шину обслуживания оно должно получать сообщение из очереди должна сохраняться очередь недоставленных сообщений и должно быть должно быть перечисление подписок какова политика общего доступа какая политика общего доступа для приложения необходима все пишут что вариант 1 а что же на самом деле давай покажем ответ вариант 3 очередем уровень на чтение подпискам на управление и давай сразу перейдем комментарием как авторы вопросы комментируют правильный ответ никак не комментируют говорят что нужно сделать именно так ну это примерно вопрос из серии старой телепередачи что где когда будьте готовы что что некоторые вещи не будут освещены напомню еще раз мы с вами все же рассматриваем именно вот эти official practice тест то есть подготовительные материалы я смотрю форматов ответов все больше и больше становится то есть не только выбор правильного ответа накидывание чего-то куда-то мы решили поразнообразить и показать какие еще разные веселые красивые нарядные вопросы могут встретиться вам в экзамене например вот да мы на самом деле в первый день об этом проговаривали что у нас есть живые кейсы некоторых людей которые сдают и первый поход человека на сдачу экзамен как раз таки для него является так скажем обучающим он смотрит просто какие вариации вопросов существуют какие и как с ними работать а потом уже приходится на второй раз и сдает с учетом того что тем кому повезет выиграть ваучер будет доступен второй шанс это как раз нормальная рабочая схема сходить посмотреть потренироваться и потом сходить сдать хотя ну вот поэтому мы уже показываем что вам отчасти предстоит чтобы это не было сюрпризом итак еще один вопрос ускоряемся вы администратор вы отвечаете за данные которые в базе SQL Azure хранятся и вам надо запланировать отвечать за планирование защиты данных и аварийное восстановление вот тут знакомые вещи нам встречаются мы сегодня прямо про них говорили требования простые восстановить с предыдущей точки до 10 дней назад ну то есть сроком до 10 дней возможность делать ежемесячные бэкапы чтобы хранились они до года базы данных должны восстанавливаться аж в течение 30 секунд в случае неполадок с Azure и максимальный размер базы данных должен быть 200 гигабайт и соответственно как обычно последний критерий все бы подешевле то есть повседневные расходы на базу данных должны быть минимальными какой же уровень уровень хранения нужно выбрать здесь вот вариант формата drag and drop давайте так какой уровень служб нам пригодится базовый стандартный либо премиум какой параметр репликации геовосстановление георепликации или активная георепликация и какой уровень производительности ну вот здесь вот обо всех этих вещах по отдельности мы сегодня говорили Егор нам уже пишет вариант стандартный уровень служб активная георепликация и производительность P1 возможно кто-то еще в таком же формате нам напишет ответ ну кстати в цифрах тоже понятно в цифрах тоже понятно 2,1,3 то есть это стандартный геовосстановление и S2 ну совсем другой вариант смотрите вариантов много чем сложнее чем больше вариантов ответа тем больше шансов ошибиться может быть частично правильный ответ он тоже частично засчитывается но не полностью то есть там меньше баллов из-за него получите если это показали не все варианты ответа итак ключевые критерии восстановление с предыдущих точек до 10 дней хранение ежемесячных копий до года быстрое восстановление в течение 30 секунд база до 200 гигов и все это подешевле очень частый вариант 2,3,2 стандартная активная репликация и S1 ну давайте наверное пойдем к ответам покажем что же имелось в виду стандартный уровень служб то есть это вариант 2,3,2 да по сути 2,3,2 не врешь 2,3,2 все верно нет 2,2,2 а точно простите 2,2,2 стандартная георепликация S1 почему же так пойдем давайте разъяснение ой мы сохраняли оригинал перевода я думаю нам Александра нужно попросить давай по-человечески просто быстро озвучим почему же все-таки для такого сценария не нужно выбирать уровень службы например премиум почему доступен стандартный здесь на самом деле в разъяснении понятно почему мы не используем другие мы не используем базовые поскольку он содержит только восстановление точек за последние 7 дней то есть из-за первичного параметра сохранения данных в течение скольки в течение 10 дней базовый то есть по ограничению базового мы уже перешли на стандартный дальше соответственно требования стандартные удовлетворяет а премиум просто дороже и поэтому не нужен так и нам не следует выбирать уровень службы премиум с активной георепликации он не соответствует требованиям так средний уровень стандартный то есть в предыдущем взяли георепликацию то есть мы а да это разъяснение почему мы не взяли премиум потому что они работают с георепликацией то есть мы остаемся 100% на стандарте так или мы неправильно было бы выбирать с активной георепликацией если мы уже использовали уровень стандарт. То есть из каждого столбца, выбирая правильный ответ, мы ищем логичное объяснение, что мы выбираем в последующих. Ну давай вернемся еще на слайд назад, еще раз пофиксим, мне кажется, даже более наглядно, чем вот этот комментарий. Итак, уровень служб стандартный, параметр репликации, георепликация, уровень производительности S1. Это все, что необходимо. То есть мы увидели, что мы не проходим в базово именно по ограничению в 7 дней. По всем остальным параметрам мы входим уже в службу стандартную с обычной георепликацией. И я думаю, что именно размер базы данных намекает нам на уровень производительности, на размер диска, который нам нужно рассмотреть. То есть это тоже сегодня было в табличке. То есть вот эти цифры рекомендуем запомнить. Нелесни еще на 1,5 назад. Ну вот практически, да, если мы выбираем стандартный уровень службы, то соответственно уровни производительности P1 и P2 отваливаются автоматически. То есть стандартном уровне службы доступны только S1, S2. По размеру нам проходит S1. Базовый как раз не подходит, мы об этом прочитали, да. И георепликация, необходимые условия сохранности. Вот, догадались. То есть методом исключений и зная, в какие уровни службы ходят, в какие именно критерии и ограничения. Мы, в принципе, даже методом исключения смогли подобрать ответ. Ну, чего и вам желаем. Возвращаемся к тому, что базовые вещи нам нужно знать и держать в голове необходимо. И у нас остался, если не ошибаюсь, последний вопросик, после которого мы уже завершим нашу сегодняшнюю понедельничную встречу, которая затянулась. Вопрос следующий. Он снова про репликацию и восстановление. Вы управляете базой данных. Она лежит в сиквеложуре. Размещена в восточном регионе США на уровне премиум со степенью производительности P1. И вы хотели бы, чтобы в случае нарушения или проблем с ажур именно в регионе вашем базы можно было восстановить как можно скорее без дополнительных затрат в другом регионе, если в вашем регионе ажур вдруг лег. Что же делать? Какой же вариант выбрать? Здесь нужен только один правильный ответ. Или включить геовосстановление, или обновить базу данных до степени производительности P3. И это, видимо, как-то ее спасет, что вряд ли. Либо настроить восстановление до конкретного чекпоинта точки во времени. Либо настроить активную георепликацию, либо обновить базу данных до степени производительности P2. Я бы здесь даже пошел методом исключений, что ответы второй и последний вряд ли как-то влияют на решение нашей задачи. Давайте дальше. Логически третий нам на точки тоже не подходит. Он не влияет на региональную репликацию. Остается вариант либо первый, либо четвертый. И вот на чем же мы остановимся? У нас мнения разделились. А вот про деньги здесь ничего не говорят, на самом деле. Здесь в условиях вопроса нет экономии денег. То есть как бы намекается, что, видимо, с деньгами у компании все в порядке. И тогда сделать нужно получше. А, нет, смотри, кстати, есть. Как можно скорее, без дополнительных затрат. А, есть все-таки, да? Да. Тогда получается первый вариант. Но нет. Ну, откроем правильный ответ. Александр, и читаем комментарии. Все-таки активная георепликация, чтобы в случае нарушения работы в регионе можно было восстановить в другом регионе как можно скорее. Вот. И почему, собственно, ответы? Почему не геовосстановление? Вот почему не геовосстановление. Это самый дешевый вариант. Однако восстановление данных может занять до суток, а нам надо быстро. И опять же мы в базовые вещи уперлись. То есть в ограничение именно разных технологий репликации, избыточности, отказа устойчивости. То есть, ну, вот как посмотрели на примерах вопросов, что-что, а вот эти вещи придется, ну, если не вызубрить, то все-таки как-то запомнить. Как говорилось в одном анекдоте, запомните это, потому что понять это невозможно. Просто разделение тарифных планов по разным категориям, по разным технологиям восстановления. И, ну, вот, кстати, пример вот этого вопроса очень хорошо показывает, как важно внимательно вычитать каждое требование. И мы увидели, нашли требования подешевле, но не обратили внимания на как можно скорее восстановить. А 24 часа немножко не подходит в критерии как можно скорее. Именно поэтому правильный ответ – это активная георепликация. Окей. Вот на этой оптимистической ноте, разобрав несколько вопросов, какие-то из них мы угадали, какие-то мы из них разобрали логически, с одним или даже двумя мы с вами оказались в шоке, вроде сами готовили прессу, но пройдя еще раз мы увидели, что даже легко ошибиться, особенно с учетом ошибок перевода. На этой оптимистической ноте мы с вами, наверное, закончим сегодняшний день, понедельник после долгих выходных. Всем хочется еще, наверное, поработать. Есть много дел на сегодня и так далее. Поэтому спасибо всем, кто с нами сегодня был. Спасибо всем, кто участвовал в чате в обсуждении. Дальше все по старой схеме. Ссылочку мы обновили. По этой ссылочке снова будут лежать, как обычно, в соответствующих папочках, будут лежать записи, презентации и домашнее задание. Напомню, есть маленькое домашнее задание, чтобы вам не было скучно, немножко поиграться в этот раз как раз с хранилищами в ажуре. Короткая ссылочка перед глазами. Если что-то пошло не так, пишите нам 533sobaka.qd.consulting. Мы там все сидим, читаем и стараемся отвечать по мере возможности. Можно ли на английском вопросы задавать? Но если вы про вопросы нам, да, окей, задавайте. Мы используем машинный перевод, для того, чтобы вам ответить. Шутка. Если вам так будет комфортно, да, пожалуйста, задавайте. Мы немножко умеем в английский, совсем чуть-чуть. На самом деле, да, мы в последний наш прошлый день, на прошлой неделе, объясняли, что у нас, к сожалению, нет возможности перевести это с русского на английский, потому что мы немножечко взяли не тот язык. Ну, специально, да, это все, это уже из ряда в ряд, то есть давайте уже не будем в сотый раз обсуждать эту историю с машинным переводом. Да, он еще не совершенен, но он растет, старается, и я думаю, что скоро будет лучше. Но у любого технаря есть еще логика железная, которую... Что мы сразу же вас готовим к трудностям, которые могут возникнуть? И самое главное, не перемудрить с логикой. Да, ну да. Все, достаточно. На этой оптимистической ночи всем пока, всем спасибо, до встречи завтра. Мы еще до конца недели будем каждое утро по часу встречаться, по часу, по полтора встречаться и разговаривать про Эшу и про экзамены. Поэтому всего доброго, до встречи, до завтра, всем пока. Линк пробублирует...